В Шадринской центральной библиотеке имени Зарянова организовали встречу, посвященную Дню памяти и скорби. 22 июня 1941 года ровно в 4 часа утра войска фашистской Германии нарушили границу Советского Союза и напали на нашу страну. Ежегодно в честь уже 74-й годовщины начала Великой Отечественной войны по всей России устраивают памятные мероприятия. Это не только одна из самых трагических дат в истории нашей многострадальной Родины, но это и точка отсчета тех 1418 долгих дней и ночей, в которые шла Великая Отечественная война. Насколько велика роль советского народа в освобождении мира от фашизма? Великая. Ибо насколько велика цена, заплаченная за эту Великую Победу? Более 27 миллионов человек. Каждый час умирали, погибали 777 человек. Каждую минуту 13 человек. Из города Шадринска и Шадринского района на фронт ушло более 26 тысяч человек. Половина из них не вернулась домой. Когда 23 июня объявили день мобилизации, первыми на фронт отправились Владимир Гилев, Владимир Уфимцев, Василий Брюханов, Геннадий Нагин и многие другие горожане, которые внесены в известную многим книгу памяти. Также шадринцы помнят и ныне здравствующих ветеранов. Жди, господи, Борис Сергеевич, который имеет столько правительственных наград боевых. Это орден Александра Невского, прогибаем пальцы. Два ордена Красного Знамени, больше ни у кого в городе. Орден Отечественной войны, боевой, юбилейный боевой. Орден Красного Знамени и так далее. Познаете, сколько заслуг полученных в боях. Мы всегда будем чтить и помнить славных защитников Родины, отстоявших родную землю. Мы гордимся их мужеством и героизмом, проявленных в эту нелегкую пору. Веселый горько бегут, взрослеют другие ребята. Пусть ядца счастливые, читают любимые книжки, пусть больше не знают, что они в адресской войне. В этот день народ с горечью вспоминает о замученных во вражеских лагерях и умерших от голода людях. О тех, кто пожертвовал собой во имя победы, и о тех, кто помогал ковать ее. Мы преклоняемся перед подвигом, свершенным советским народом в годы Великой Отечественной войны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!